В 2017 году работники горнолыжного курорта в швейцарских Альпах обнаружили во льду находку, которая поразила всех. Однако эта мистическая история началась за 70 лет до этого. В августе 1942 года муж и жена по фамилии Дюмалин ушли из своей деревни доить коров. Поле, где паслись животные, находилось высоко в Альпийских горах. Обратно домой супруги Дюмалин так никогда и не вернулись. В течение 70 лет никто не знал о том, что случилось с парой. В неведении оставались их родные и семеро детей. И только в 2017 году работники горнолыжного курорта обнаружили во льду хорошо сохранившиеся тела. Полиция, прибывшая на место, быстро установила, что одежда и личные вещи найденных людей относятся к 40-м годам прошлого века. Даже сохранились документы, по которым смогли идентифицировать тела. По предварительной версии, во время похода супруги Дюмалин упали в расщелину. На протяжении 70 лет снег и лед препятствовали нахождению пропавших. Из-за глобального потепления часть снежного и ледяного покрова сошла. Благодаря этому тела, наконец, были обнаружены. Дети супругов Дюмалин, которым к 2017 году исполнилось уже более 70 лет, признались, что для них это важное событие. На протяжении многих десятилетий они не переставали искать родителей и теперь, наконец, могут ощутить покой. 430 тысяч лет назад в Антарктиде упал огромный метеорит. Тогда по планете еще ходили мамонты, а территорию Европы начинали заселять неандертальцы. В наши дни ученые только начинают изучать осколки этого огромного метеорита и готовятся ко множеству открытий. Ведь масштабы космического объекта были просто огромны. Вы же помните Челябинский метеорит, который упал в 2013 году? Ставьте лайк, если помните подобное событие. Тогда из-за падения метеорита пострадало больше тысячи человек, в основном из-за разбившихся окон. Остальные же отделались легким испугом. Так вот, если бы на Челябинск упал такой же метеорит, который приземлился в Антарктиде 430 тысяч лет назад, то от города бы просто ничего не осталось. Вообще исследователи считают Антарктиду идеальным местом для изучения метеоритов. Благодаря полному отсутствию человека и идеально белой поверхности, обнаружить упавшие из космоса объекты намного проще. А из-за очень низкой температуры осколки отлично сохраняются десятки и сотни тысяч лет. В 1996 году исследователи из НАСА обнаружили в Антарктиде марсианский метеорит, который, по их оценкам, может содержать следы древних живых организмов с Красной планеты. По оценкам ученых, возраст метеорита составлял 4 миллиарда лет. Спустя несколько десятилетий исследований, гипотеза о живых организмах, к сожалению, не подтвердилась. Но учитывая факт, что по примерной оценке количество метеоритов, находящихся в Антарктиде, 300 тысяч, и большинство из них еще не исследованы, ученых может ждать множество неожиданных сюрпризов. Смотря на эти фото, невозможно поверить в то, что это не фотошоп. Маяк полностью покрыт льдом, при том, что на озере вокруг нет льда. Подобное удивительное явление произошло несколько лет назад на острове Мичиган. Это стало следствием совпадения погодных условий, неожиданно резкого похолодания и сильнейшего ветра, из-за которого волны сносило резкими порывами прямо на маяк. В итоге на какое-то время все сооружение покрылось льдом, и оно стало похоже на замок из сказки. Именно в этот момент его успел запечатлеть фотограф. Вскоре после этого лед растаял, и здание приобрело свой привычный вид. В середине 80-х годов прошлого века на острове Шетланд, который находится в Антарктиде, был найден череп необычной формы. В ходе изучения ученым удалось выяснить, что данный череп относится к человеку, жившему в начале 19 века в Чили. Как же человек из южноамериканской страны оказался в Антарктиде в начале 19 века? Сначала исследователи предположили, что, возможно, это один из охотников на тюленей, которые приплывали в эти места на промысел. Однако быстро выяснилось, что череп принадлежит женщине. Нет упоминаний о том, что среди охотников на тюленей того времени были женщины. А форма найденного черепа лишь придает загадочности данной находке. И, судя по всему, обладательница данного черепа была, в принципе, одной из первых людей, кто посетил континент Антарктида. В 2016 году в Антарктиде была обнаружена пирамида. На снимках были видны ровные формы, что указывало на то, что это дело рук человека. Когда мы говорим о пирамидах, то в первую очередь представляем египетские пирамиды или пирамиды Майя. Однако обнаружение подобного объекта в Антарктиде позволило бы говорить о том, что на данном континенте когда-то была исчезнувшая цивилизация. Данное открытие могло бы навсегда перевернуть представление ученых об истории континента. Однако пока исследователи и эксперты не спешатся смелыми выводами. Они склоняются к версии, что все это природный процесс, к которому человек не имеет никакого отношения. Ведь примеров подобной эрозии на планете довольно много. Подобные ровные образования могли сформироваться из-за воздействия льда и горных пород в течение тысяч лет. Самым ярким примером подобной эрозии является известная гора Матерхорн в Швейцарии. Ее ровную форму видели многие, в том числе и благодаря тому, что именно с Матерхорна был срисован логотип всем известной шоколадки Таблерон. Кстати, напишите в комментариях, верите ли вы в теории о том, что для постройки пирамид в Египте или Перу древние люди прибегали к помощи инопланетных цивилизаций? Или все же считаете это ничем большим, чем конспирологической теорией? Смотря на это фото, можно сначала подумать, что мужчина просто поднял с земли какую-то палку. Но на самом деле этот мужчина – профессор университета Колорадо в США, а у него в руках древнее оружие, которому более 10 тысяч лет. В то время этот гигантский дротик был частью орудия. В руках у воина была чаша, туда помещался дротик и затем воин метал его, чтобы достигнуть цели. Благодаря такой конструкции дротик мог развивать огромную скорость и поражать добычу на внушительном расстоянии. Данный дротик был найден благодаря подтаявшему леднику на вершине одной из гор в парке Йеллоу Стоун в США. Он принадлежал коренным индейцам, населевшим тогда эту территорию. Большинство людей знают, как выглядели мамонты. Огромное создание, напоминающее слонов с огромными бивнями и шерстью. Но далеко не все в курсе, что в то же самое время по планете ходили существа, которые напоминали современных носорогов. Это так называемые шерстистые носороги. Животные, которые ходили бок о бок с мамонтами и вымерли примерно в одно и то же время десятки тысяч лет назад. Сегодня археологам удается найти останки этих животных во многом из-за тающих ледников, которые открывают для нас все новые тайны прошлого. Лохнесское чудовище из Антарктиды. Все знают известного мистического монстра, который может обитать в шотландском озере Лохнесс. И если к идее существования этого чудовища большинство ученых относятся скептически, то огромный монстр из Антарктиды, который жил много лет назад, это доказанный факт. В 1989 году рядом с островом Сеймур, который находится в Антарктиде, палеонтологи нашли останки огромного существа с невероятно длинной шеей. Долгое время они спорили о том, кому принадлежат найденные кости. На то, чтобы достать все останки, у исследователей ушло больше 20 лет. Одни подняли свыше 800 килограммов костей древнего монстра. Только после этого ученые смогли его как следует описать. Они назвали его лохнесским чудовищем из Антарктиды. Им оказался самый большой элосмозавр, по крайней мере, из найденных на сегодняшний день. Это плавающее чудовище было более 10 метров в длину. Представители этого рода вымерли несколько десятков миллионов лет назад. Скорее всего, элосмозавры могли питаться в том числе акулами. Эта находка дает основания полагать, что в Антарктиде когда-то обитали невероятные существа, а, возможно, и обитают до сих пор. Благодаря таянию ледников, вызванному глобальным потеплением в горах Норвегии, ученым открываются все новые подробности о жизни викингов на этой территории несколько тысяч лет назад. Среди находок огромное количество предметов, которые способны в деталях рассказать о жизни викингов. Это различные орудия, бытовая утварь и даже частички одежды. Все находки прекрасно сохранились, так как провели все эти годы закованными во льды. Также из-за таянии ледников на Аляске исследователи наткнулись на целый лес, который провел во льду более тысячи лет. Это место называется ледник Менденхол. Ученые заметили следы показывающихся из-под льда деревьев еще несколько десятков лет назад. Но только сейчас становится понятно, что в отличие от других подобных лесов, которые были покрыты ледником тысячи лет, этот сохранился в отличном состоянии. Полноценные деревья, которые не поломаны, а по-прежнему находятся в вертикальном положении. Какие еще находки ожидают ученых в этом лесу, когда ледяной покров уменьшится еще больше, остается только гадать. Порой ученых интересует не только то, что скрывается во льдах, но и сам по себе лед. По оценкам исследователей, в Антарктиде есть льды, возраст которых от 800 тысяч до полутора миллионов лет. Это значит, что эти льды начали формироваться еще тогда, когда по планете ходили мамонты и шерстистые носороги. Также среди льдов Антарктиды есть знаменитый кровавый ледник. Но не стоит пугаться, несмотря на свой ярко-красный цвет, никакого отношения к крови этот ледник не имеет. Из-за мелких трещин во льдах наружу проникает вода, богатая железом. Именно этот элемент и придает воде такой ярко-красный цвет. А за насыщение подленного озера железом отвечают микроорганизмы, которые сохраняют жизнь и получают необходимые питательные вещества, несмотря на то, что находятся под огромным слоем льда. Это дает ученым основания полагать, что под ледяными шапками на таких планетах, как Марс и других, может сохраняться жизнь. Кстати, красный – это не единственный удивительный оттенок, которым может обладать природный лед. Что насчет зеленого льда? Именно такого цвета айсберг был обнаружен учеными в Антарктиде. По их оценкам, в данном случае причиной является наличие оксида железа. Причем подобный айсберг может работать как служба доставки. Отклонившись от Антарктиды, он уплывет далеко в океан, сохраняя в себе тот самый оксид железа, который станет источником питания для планктона далеко от самой Антарктиды. Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно это видео, также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых роликов и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим видео.